Они способны рассказать о человеке порой даже больше, чем он знает о себе сам. А по их состоянию можно определить, какие проблемы присутствуют в организме. Их форма, толщина и цвет зависят от генетики. Однако все остальное – следствие образа жизни и ухода. Меня зовут София Иценко и сегодня ближе к телу. Волосы. Почему у одних волосы кудрявые, а другие рождаются с прямыми? Способно ли кератиновое выпрямление улучшить состояние волос и насколько вредны сульфаты? Можно ли вернуть потерянные волосы и так ли безобидно перхоть? Об этом и многом другом узнаем в выпуске. Независимо от расы, культуры и времени, волосам всегда придавали особое значение. Их считают элементом интимности, символом силы и власти, а также олицетворением красоты и здоровья. Для японских самураев отрезать волосы на голове считалось символом позора, в то время как буддийские и христианские монахи совершали постриг в знак своего посвящения духовному служению. Длинная же шевелюра, например, в средневековье была исключительно у королей и знати. Те, кого природа такой роскошью не наградила, носили парики. На сегодняшний день волосы по-прежнему беспокоят и женщин, и мужчин. Они посещают салоны красоты, делают различные процедуры и окрашивания, и все для того, чтобы иметь красивую прическу. Вот только достигнуть желаемого результата получается не у всех. Зачастую старания привести волосы в порядок влекут за собой ряд неприятных последствий. Почему же так происходит? Давайте разберемся. Волосы. Это нитевидный белок волосяных фолликулов в коже. Состоит преимущественно из кератина, так называемого белка, в свою очередь состоящего из набора аминокислот. Остальное – вода, липиды и пигмент. Внешне – это чешуйчатый стержень, выступающий над поверхностью кожи, и корень – волосяная луковица. Также строение волосяного фолликула влияет на то, какие волосы будут расти – прямые, волнистые или кудрявые. На красоту и здоровье волос влияет множество факторов. На сегодняшний день человечество живет в режиме нон-стоп. Мы мало спим, часто употребляем вредную пищу и, самое главное, подвержены стрессу, который, в свою очередь, является одной из основных причин проблем с волосами. Знакомьтесь, это Евгения. Вот уже несколько лет она страдает из-за повышенного выпадения волос. Сначала списывала на послеродовой период, но и спустя продолжительное время лучше не стала. Особенно сильно это беспокоит девушку в холодное время года. Каждое утро я расчесываюсь и с расчески собираю вот по такому клоку волос. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что зима. Сейчас я заметила, что зимой у меня больше выпадает волос, чем в любое другое время года. Я пользовалась масками разными, и масло втирала, и репейное, и кокосовое, и ничего мне не помогает. Волосы становятся мягче, ну, то есть, выпадать они все равно выпадают. Часто мы не можем адекватно оценить ситуацию. Увидев свои волосы на расческе, сразу впадаем в панику. Однако не всякое выпадение является проблемой. Норма выпадения волос, то примерно 100 волос в день, это считается нормой. Если вы как-то сомневаетесь, вы можете взять в течение недели, собирать волосы, которые выпадают в мешочек, потом разделить их на 7 частей и посчитать. Вот это будет точное количество волос, которые выпадают. Если 100 волос в день, то, в принципе, норма незачем идти к трихологу. Если больше, конечно, нужно идти к нам. Если норма превышена, то важно вовремя обратиться за помощью, чтобы установить истинную причину потери волос, ведь это может грозить такими заболеваниями, как, например, аллопеция. Аллопеция – патологическое выпадение волос, которое приводит к их частичному или полному исчезновению. При этом существует несколько видов облысения. При андрогенной облысение происходит в лобно-теменной части головы. При очаговой или, по-другому, гнездной аллопеции – в любой части скальпа, только в виде одиночных, двойных или множественных очишков. При рубцовой волосы выпадают целыми пучками. Отличительная черта – неровные края очагов поражения. При телогеновой аллопеции волосы хоть и не выпадают, но и не растут. Это фаза сна волосяного фолликула. Есть аллопеция механическая. Образуется она при травмировании волосяных фолликул путем неправильного наращивания или использования тугих причесок. Также есть такое заболевание, как трихотеломания, когда человек сам вырывает себе волосы в связи с психическим расстройством. При первых же симптомах врачи настоятельно советуют не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться за помощью к специалистам, чтобы пройти полное обследование. Только так можно понять причину, а значит постараться вернуть потерянные волосы. У пациентов с розами печени, с хроническими гепатитами тоже появляется вот это вот состояние, которое называется аллопеция. Редкие волосы, причем если есть аллопеция очаговая, когда идет аутоиммунный механизм выпадения волос, там очишки, видимо неток отдельных вот участков, то здесь идет тотальная аллопеция, когда вот прям полностью на всей голове выпадают волосы. Однако не для всех отсутствие волос на голове проблема. Знакомьтесь, это Ксения. Долгие годы она была обладательницей длинных волос, но однажды появилось непреодолимое желание побриться на лосо. С этой мыслью девушка засыпала и просыпалась на протяжении года, пока, наконец, не осмелилась. Сначала мне самой не понравилось. То есть это было действительно очень кардинально, очень необычно. Ну, у меня в принципе не очень-то женственные черты лица, а с лысой прической это как бы еще больше проявляется. И поэтому я смотрела на себя в зеркало и просто думала, господи, какой мужик. А теперь я прям наслаждаюсь своей прической, я наслаждаюсь тем, как мне комфортно, как мне удобно. И мне даже нравится, как я выгляжу. То есть с длинными волосами иногда был какой-то дискомфорт, мне даже казалось, что я выгляжу не очень. То есть они там где-то торчали, что-то там какой-то петух, еще что-то. А здесь ты просто проходишь так, нет, все. Но все же большинство девушек желает иметь длинные волосы. И в погоне за своей мечтой каждая использует свой метод. Одни прибегают к помощи различных БАДов и витаминов, другие пользуются советами сарафанного радио, делают перцовые маски и втирают масла. Вот только эффект часто обратный. Пора поговорить о правде и мифах. Если оставить кондиционер на ночь, то волосы получат максимальное увлажнение. Это правда. При нанесении кондиционера на длительное время его ингредиенты смогут проникнуть в структуру волоса. Тем более на сухих волосах эффект сильнее. Без воды кондиционер держится на волосах лучше. Постоянное ношение хвостика или пучка провоцирует выпадение волос. Это миф. Такой вид прически никак не влияет на потерю волос. Даже наоборот, уберегает от возможных повреждений. Нанести вред можно лишь при сильном стягивании волос. Максимально возможная длина волос у каждого своя. Это правда. Это заложено генетически. У каждого фолликула есть период роста и отдыха. При этом у разных людей длина цикла может отличаться. У кого-то она составляет 3 года, у кого-то 7 лет. Именно поэтому одним девушкам легко отрастить волосы, а другие едва ли доходят до каре. От секущихся кончиков можно избавиться с помощью специального масла. Это миф. Единственный способ избавиться от этой проблемы – стрижка. Специальные средства могут временно склеить кончики, но эффект продлится только до следующего мытья. Волосы привыкают к шампуню, бальзаму и другим продуктам. Это миф. Волосы – это не живой организм, а значит, у них не может быть иммунитета. Важно использовать тот набор для ухода за волосами, который наилучшим образом справляется с вашими проблемами, например, потеря объема, гладкости или стойкости окрашивания. Кстати, вокруг волос полно примет и суеверий. Например, если оставить волосы на расческе, можно потерять счастье в личной жизни. Если выпрямить кудрявый волос, то можно навсегда отвернуть от себя удачу. И вот, пожалуй, самое странное – это если в первый понедельник после свадьбы расчесать свои волосы, то в скором времени можно стать вдовой. Сегодня все более популярными становятся шампуни без сульфатов и парабенов. Их рекламируют и настоятельно рекомендуют во многих салонах красоты. При этом сульфат – это всего-навсего моющий компонент, который образует густую пену и лучше справляется с загрязнением. А парабен продлевает срок годности продукта. Действительно ли средство с этими компонентами может нанести вред? Или же это рекламный ход, придуманный маркетологами? Бессульфатные шампуни – это такой тренд. Но, смотрите, для чувствительной кожи головы – да, хорошо. Если у вас сиборея, то не очень, потому что он более щадяще очищает кожу головы, плохо пенится, соответственно, хуже очищает. Вот и все. Поэтому он при сибореи может, наоборот, зажирить, грубо говоря, кожу головы и будет только хуже. Повышенная жирность кожи головы может привести не только к закупорке пор, в которых находятся волосяные фолликулы, но и к еще одной не менее серьезной проблеме – сиборея. Сиборея – патология кожи, появляющаяся вследствие нарушения работы сальных желез. При отсутствии своевременного лечения может спровоцировать появление угрей, дерматита и экземы. В более легкой форме это заболевание можно рассмотреть как всем известную перхоть, только вот даже ее лечить самостоятельно нельзя. Это повышенная активность сальных желез, плюс у нас на коже скальпа живут такие бактерии, как малосезия, глобоза – это грибок. И они питаются этим кожным салом. Если кожного сала выделяется много, соответственно, и много питания, они активно размножаются. Именно поэтому аптечные средства назначать самому себе не стоит. Лучше посетить врача. Только при сдаче анализов можно составить правильную схему лечения, которая избавит от проблемы. Кстати, страдают волосы часто из-за банального снижения уровня гемоглобина. Причем девушки подвержены этому в большей степени. Именно при железодефиците волосы как раз и в первую очередь начинают страдать. Мы не видим сразу снижение уровня гемоглобина в крови. Мы видим так называемую сидоропеническую симптоматику со стороны эпителиальных тканей. Это со стороны кожи, слизистых оболочек, волос, ногтей. Кроме употребления препарата с содержанием железа и лечения причин изнутри, трихологи советуют обратить внимание и на такую процедуру, как мезотерапия. Если мы пьем это все как бы витамины вовнутрь, основная масса забирается крупными органами сразу сердце, печень, легкие, ну и как бы кожей и волосяному фолликулу, там маленькая толика достается. А тут непосредственное введение, как бы он получает полностью полноценное питание. А вот питание волос, которое предлагают в салонах красоты, часто может привести к нежелательным последствиям, как это случилось у Ольги Грушиной. Барнаульская певица и блогер обрела свою узнаваемость в том числе и благодаря своим волосам. Пышные кудряшки стали не только визитной карточкой девушки, но и объектом пристального внимания мастеров. Мне каждый раз впаривают какую-то процедуру, которая якобы превратит мою сухую мочалку на голове во что-то потрясающее. Ребята, ни разу в жизни этого потрясающего не настало, понимаете? Вот как это было, так это и осталось. Только хуже становится, потому что кудры начинают менять спираль. Вот эти увлажняющие процедуры, нужно тоже понимать, что это как-то повлияет на твою структуру волос и не совсем, наверное, в том направлении, в том векторе, о котором вы бы хотели. Подобными уходами навредить можно не только кудрявым, но и прямым волосам. Например, сделав кератиновое выпрямление. Несмотря на то, что многие мастера рекламируют эту процедуру как настоящее спасение и питание каждого волоска, но не все так просто. Что касается кератинового выпрямления, ботекса, ну, я бы не назвала это уходом за волосами, потому что результаты получаете вау, но по итогу вы вернетесь к тому, с чем пришли на процедуру. И это я бы назвала химическим воздействием на волосы. То есть если от салонного ухода вы получаете полноценное увлажнение, питание волос, то здесь эта процедура рассчитана на быстрый эффект. В результате волосы повреждаются. В зимнее время года волосы и без подобных процедур подвержены дополнительному стрессу. Из-за низкой температуры они могут стать ломкими и тусклыми. Также многие могут заметить у себя электризацию. Для того, чтобы снимать статику, я рекомендую использовать увлажняющие крема и лосьоны. Есть специальные лосьоны, спрей, которые помогут снять электролизацию волос. И обязательно хотелось бы отметить, что в холодный период нужно максимально прослушивать волосы, прятать их, соответственно, под шапку. Температура для волос играет важную роль. Именно поэтому не рекомендуется сушить волосы феном на максимальной температуре подачи воздуха. Это касается и утюжка. Его температура не должна превышать 160 градусов. Перед применением лучше воспользоваться специальным защитным средством. Кроме того, зимой особенно важно делать пилинги, так как кожа головы страдает и от шерстяных головных уборов. Кудрявые, волнистые или прямые, длинные или короткие – не важно, какой формы и длины ваша прическа. Главное – ее состояние. Поэтому не стоит забывать, что красота волос, как и любой другой части тела, зависит от комплексного ухода и заботы о своем организме. Меня зовут София Иценко. И сегодня ближе к телу были волосы. Субтитры создавал DimaTorzok